книга открытым оком вопрос 1020 том 3 тема смерть сколько же лет должно пройти чтобы можно было что-то строить на бывшем кладбище или кладбище вообще неприкосновенно отвечает Игнатий Тихонович Лапкин кладбище это Нива Господня это то место где соработники не нужны Евангелие Таана 5 28 29 не дивитесь сему ибо наступает время в которое все находящиеся в гробах услышат глаз сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни а делавшие зло в воскресение осуждения пророчество против врагов в Божии касалось и кладбищ 4 царств 23 16 и взглянул оси и увидел могилы которые были там на горе и послал и взял кости из могил и сжег на жертвенники и осквернил его по Слову Господню 2 паралипоменом 34 глава 5 стих и кости жрецов сжег на жертвенниках их и очистил Иудею и Иерусалим что касается обычного порядка то в каждой местности есть свои нормы например после того как было последнее захоронение через 25 лет разрешается строить делать перезахоронение правильно ли это святые отцы создателей канонов отвечают что это недопустимо и приравнивается к гробокопательству к этому же относятся и археологические раскопки человеческих захоронений григория низкого правило шестое гробокопательство разделяется на простительное и непростительное ибо ащи кто щедя честь мертвых и не касаясь сокрытого во гробе тел тела да не явится пред солнцем неблагообразие естества некоторые камни на гробе положенные употребит на какие-либо построения на какое-либо построение сие хотя и не похвально впрочем по обыкновению сделалось простительным когда оно и вещество будет обращено не нечто лучшее на видимо на нечто лучшее и общеполезнейшее а истязывайте прах тела разрешившегося в землю и подвигнуть и кости в надежде приобрести некое украшение закопанное сумершим сие подлежит такому суду как и простый блуд соблюдением различия показанного в предыдущем слове то есть да усматривает предстоятеля целения врачуемого из самого жития его так что может сократить и продолжение эпитемии определенное правилами